Уважаемые коллеги, Ассоциация врачей первичного звена приветствует вас на сайте. В первом полугодии 2022 года цикл вебинаров представлен 11 направлениями. Вебинары проходят в одно и то же время, каждые субботу и воскресенье. 15.30 по субботам курс нутрициологии. Лекции читает украинцев Сергей Евгеньевич и его коллеги. В 15.30 по воскресеньям курс лечебное питание природы для восстановления здоровья. Научный руководитель Стримауков Анатолий Анатольевич. 16.00 курс врач инфекции лицом к опасности. Руководитель Чеботарева Татьяна Александровна. 16.30 курс по кардиологии. Читает Власова Надежда Леонидовна. Руководители наших направлений – это ведущие эксперты в своих областях. Вы сможете решить с ними самые сложные вопросы. Кстати, не забывайте задавать эти вопросы в окно «Вопрос электрон». 17.00 курс «Актуальные вопросы от ариноларингологии». Ведут Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. 17.30 курс «Актуальные вопросы неонатологии». Читают Андрей Леонидович Заблак и доцент Дементьев Александр Анатольевич. 18.00 курс «Нефрология». Научный руководитель Мальцев Станислав Викторович. 18.30 объединенный курс «Нефрология для медиаторов». Читает Валерий Петрович Зыков и курс «Рефлексотерапия». Читает Тян Виктория Николаевна. Доктора, мы приглашаем вас совершенствовать свои знания на нашем сайте. Знания всегда просто и удобно. 19.00 курс «По общей врачебной практике». Читает Стримахов Анатолий Анатольевич. 19.30 курс «Избранные вопросы эндоскопической урологии». Читают Шатохин Максим Николаевич и Борисенко Геннадий Георгиевич. 20.00 по воскресенью. Курс «Живые легенды». Уникальные интервью с крифеями медицины. Также приглашаем вас присоединиться к вебинарам нашего традиционного партнера Ассоциации педиатров на сайте www.edodefispediatrix.com. Научный руководитель Ирина Николаевна Захарова. Присоединяйтесь к вебинарам выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edodefiscerano.ru До встречи, выходные! Ассоциация «Сирано» рада представить новое мобильное приложение. Все возможности образовательного портала теперь в удобном формате на экране вашего телефона. Вы можете настроить личный профиль и получать уведомления о предстоящих конференциях и вебинарах. С удобным календарем легко выбрать интересующие вас мероприятия и зарегистрироваться на него. У вас появится возможность собрать свою библиотеку с полезной информацией. Уже скоро приложение будет доступно в App Store и Google Play. С мобильным сервисом «Сирано» образование станет ближе и удобнее. Что такое «Сирано»? «Сирано» – это удобная и бесплатная онлайн-площадка для получения дополнительного профессионального образования в области медицины. У нас вы найдете сотни вебинаров, модулей и конференций по более чем 30 специальностям. И все это на экране вашего ноутбука или смартфона в любое подходящее для вас время. Наши научные руководители – это ведущие специалисты страны, заведующие кафедрами, заслуженные врачи России, авторы клинических рекомендаций. Мы понимаем, как непросто практикующему врачу найти время для изучения нового материала. Наша команда делает все, чтобы приобретать актуальные знания было удобно и просто. Мы верим, что дополнительное медицинское образование должно быть современным и доступным. Спасибо, что вы с нами. Ваш «Сирано». Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы опять вместе с вами. Я Никифорова Галина Николаевна, профессор кафедры болезни ухо-горла и носа Сеченовского университета, заведующий нашей кафедрой Свистушкин Валерий Михайлович. И мы сегодня бы хотели с вами обсудить проблему немедикаментозной помощи пациентам с острой респираторной патологией. И мы с вами знаем, что профилактика и лечение воспалительных заболеваний респираторного тракта и уха и их осложнение – это одна из наиболее трудно решаемых проблем профилактического здравоохранения. И несмотря на наши с вами успехи, количество таких пациентов не уменьшается, а только нарастает, к сожалению. Вообще, респираторная патология – это наиболее распространенная инфекция в человеческой популяции. Это этиологически разнородные заболевания респираторного тракта, но они имеют сходную клиническую картину, которая обусловлена тропностью инфекционного фактора именно капителю респираторного тракта. Собственно, у нас из эпидсезона в эпидсезон сохраняются примерно одни и те же патогены, но вот последние два года пандемия новой коронавирусной инфекции, она внесла, конечно, определенные коррективы. В прошлом году, вот у нас совершенно в прошлом эпидсезоне не было гриппа, вернее, были единичные заболевания, но такой вот массовой эпидемии, как обычно это бывает, в эпидсезонах не было. В этом году грипп есть, был, и, собственно говоря, в этом эпидсезоне мы наблюдаем и обычные респираторные вирусы, включая грипп, и, конечно, доминирование вируса SARS-CoV-2. Ну, а бактерии у нас присутствуют, если мы с вами не справились с вирусной инфекцией, и организм допустил развитие бактериального осложнения. Респираторные вирусы нам хорошо известны, но иногда мы встречаемся с сочетанием двух и даже более вирусов. И вот в настоящее время фиксируются практически все вирусы из респираторной группы, но наиболее часто в этом эпидсезоне из некоронавирусных агентов мы имели дело с РС-вирусом, риновирусом и вирусом гриппа. Но, собственно говоря, сезонный коронавирус давно присутствует в нашей популяции, и даже об этом говорит то, что до 80% населения после эпидсезона у нас имеют антитела к обычному сезонному коронавирусу. Но, конечно, сейчас ситуация с коронавирусом немножко другая, и мы с вами чаще из вирусных заболеваний имеем дело именно с новой коронавирусной инфекцией. Ну, а если разобраться о стадийности патологического процесса при этом, то, конечно, на первом этапе у нас вирус прикрепляется к слизистой оболочке. Для этого он должен обладать эпителиотропностью. И вот, кстати, у нас эпителии респираторного тракта очень похожи на эпителии желудочно-кишечного тракта, и поэтому у нас очень часто респираторные вирусы провоцируют желудочно-кишечный синдром, и наоборот, энтеровирусы могут провоцировать развитие респираторного синдрома. На втором этапе, когда вирус прикрепился, реплицировался, и выходят новые вирионы, осуществляется его общетоксическое действие. Но тут у нас небольшая терминологическая неточность, потому что, собственно, вирус не образует никаких токсинов. Но роль токсинов при вирусных инфекциях играют, во-первых, продукты распада наших тканей, а во-вторых, те цитокины, которые индуцируются вирусной инвазией. И наиболее полная интоксикация у нас осуществляется при гриппе и вот при некоторых формах COVID-19. И если мы не помогли пациенту на этом этапе или что-то у пациента с иммунитетом, активируется бактериальная инфекция и формируется очаг бактериальной инфекции. Хотя тут тоже есть определенные исключения. Например, большинство случаев острого стриптококкова тонзила фаренгита у нас могут развиваться и без предшествующей вирусной инвазии, а как самостоятельное заболевание. И ОРВИ опасна даже не столько самим фактом развития вирусной инфекции, хотя, конечно, мы с вами прекрасно знаем о вирусной пневмонии, которая является тяжелейшим поражением. Но, тем не менее, умирает от вирусных инфекций у нас около 4 миллионов человек в год. Это без данных о новой коронавирусной инфекции. ОРВИ распространяется у нас во всех возрастных группах, но особенно влияют на здоровье детей, лиц пожилого возраста и лиц, у которых есть сопутствующие хронические заболевания. И опасность ОРВИ определяется их способностью не только провоцировать вирусную пневмонию, о чем мы уже с вами говорили, но и вторичные бактериальные осложнения, такие как пневмония, отит, синусит, менингит и другие заболевания. И в целом у нас, к сожалению, вирусные инфекции являются одной из пяти главных причин смертности во всем мире, а во многих развивающихся странах это главная причина смертности детей в возрасте до 5 лет. И инфекционные осложнения ОРВИ связаны, как правило, с присоединением бактериальной инфекции. Острый средний отит, который наиболее часто у нас встречается у детей раннего возраста, у более взрослых детей и у взрослых такое осложнение развивается несколько реже. Обычно это осложнение развивается на вторые и пятые сутки болезни. Острый бактериальный риносинфит, по разным данным, он встречается от 2 до 12%, может развиваться бактериемия, и респираторная инфекция может явиться триггером обострения хронических заболеваний, а также провоцировать манифестацию системных заболеваний, гематологических заболеваний и целого ряда других патологических процессов. Мы с вами об этом очень хорошо знаем. Но если говорить о бактериях, то во время пандемии бактериальные агенты у нас остались неизменными. Пока мы также встречаемся и с пневмококом, и с гемофильной палочкой, и с бета-гематическим стриптококом, и с марокселлой, хотя некоторые отрицают существование заболеваний, вызванных только марокселлой, как правило, она сопутствует другим патогенам. И пока еще у нас нет изменений, официальных изменений в спектре возбудителей, несмотря на то, что у нас в последние годы активно используется и внедряется профилактическая антимимококковая вакцина. Но пока еще данных по нашей стране, насколько она повлияла на спектр бактериальных возбудителей, общепринятых и таких массовых, нет, к сожалению. Ну и, конечно, мы не должны забывать о микс-инфекциях. Это инфекции, которые развиваются в организме при сочетанном действии нескольких возбудителей, причем они могут относиться абсолютно к различным классам патогенов. И развитие смешанных инфекций – это всегда сложный процесс. Причем важно не только, какие возбудители вызывают данный процесс, но и совокупность таких факторов, как состояние макроорганизма, факторов внешней среды. И формы микс-инфекции могут быть разные, в том числе и острые. И в последние годы частота развития микс-инфекции, она, к сожалению, тоже нарастает, и врачам разных специальностей приходится сталкиваться именно с микс-инфекциями. Но, тем не менее, мы с вами знаем, что есть отягощающие факторы, которые осложняют течение любых ОРЗ, будь то вирусной инфекции, бактериальной инфекции. И тут лидерами, конечно, являются ожирение, алиментарные нарушения и вообще метаболические нарушения, сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Но течение данных заболеваний, мы с вами очень хорошо знаем, во многом определяется принципами питания пациента, принципами соблюдения определенных правил питания, определенной дисциплины питания. И мы с вами также знаем о важности микронутриентов для иммунитета. Одним из важнейших факторов поддержки противовирусного, да, собственно говоря, и других звеньев иммунитета, является обеспеченность организма определенными витаминами, микроэлементами и биологически активными веществами. И важность вот этих микронутриентов для иммунитета обусловлена тем, что они осуществляют, являются необходимыми для осуществления многих биологических функций значительной части белков нашего протеома. Не менее 800 белков у нас участвуют во врожденной противовирусной защите, и почти 200 из них имеют в составе нутриенные кофакторы. И при дефиците нутриентов активность противовирусных белков будет снижаться. И поэтому при ОРЗ пациенты должны придерживаться определенных принципов питания. Во-первых, необходимо обеспечить достаточное поступление калорий, необходимо обеспечить достаточное поступление белков и аминокислот, потому что существует прямая связь недостаточности белка и результатом лечения. А также необходимо помнить, что вот, например, концентрация альбумина в плазме у невыживших ниже, чем у выживших. Необходимо сбалансировать рацион питания по витаминам и микроэлементам. Необходимо обеспечить процессы детоксикации организма. И диета должна носить щадящий характер, но она должна обеспечивать защиту и нормальную работу нашего желудочно-кишечного тракта. И, конечно, необходим полноценный питьевой режим. Лечебное питание при ОРЗ должно обеспечить организм энергии, белками, жирами, углеводами и всеми неохладимыми биологически активными веществами. Лечебное питание должно способствовать поддержке противовирусного иммунитета, должно способствовать купированию инфекционной интоксикации, а также последствий использования фармпрепаратов. Должно предотвращать осложнения, способствовать, должно защищать желудочно-кишечный тракт и поддерживать симптоматическое лечение. И вот профессор Чучалин, наш известный академик Чучалин, Александр Григорьевич, он провел соответствующие исследования и демонстрирует о том, что огромное количество белков способствует защите нашего организма от РНК-вирусов. И мы с вами видим, что целый ряд белков способствует запуску продукции интерферонов и диацетилирует и ингибирует целый ряд биологически активных веществ, дестабилизирует вирусное РНК, расщепляет вирусное РНК, ингибирует активацию НФ-кофакторов и также тормозит высвобождение вирусной ДНК, ингибирует репликацию вируса. То есть, обратите внимание, огромное количество белков и огромное количество функций этих белков. Вот еще одни данные по другим белкам о том, что они могут расщеплять вирусное РНК, прекращать фактор некроза альфа-опосредованной активации, деградирует вирусное РНК и так далее. Об этом можно говорить достаточно долго, но вот эти вот четыре слайда, они нам напоминают о важнейшей функции белков, именно участие в защите организма от РНК-вирусов. И, кстати, есть подобные данные о защите организма от других патогенов. И низкий уровень витаминов А, Е, В6, В12, также микроэлементов цинка, селена, витамина С, омега-3 жирных кислот, железо приводит к более неблагоприятным клиническим исходам вирусных инфекционных заболеваний. Собственно говоря, это уже давно было исследовано нашим институтом питания, об этом очень хорошо знают все клиницисты. Ну, а прежде всего я бы хотела еще напомнить о функциях витаминов и микроэлементов, некоторых в нашем организме. Вот витамин С, мы с вами прекрасно знаем его высокую роль, значимую роль в защитных механизмах. В частности, он ингибирует апоптосты лимфоцитов, оказывает метаболическое действие, участвует в регулировании кислительно-восстановительных процессов. Это антиоксидант. Данный витамин является также иммуностимулятором. Витамин А нам необходим для формирования сурфактанта легких, обновления клеток эпителия респираторного тракта. Также он участвует в обеспечении метаболизма, создает благоприятные условия для синтеза аденозин-3-фосфорной кислоты, также антиоксидант и снижает риск заражения вирусом. При дефиците витамина А у нас снижается или изменяется ответ клеточного иммунитета на ряд возбудителей, нарушается регуляция выработки интерферона. Гуморальный иммунитет также у нас снижается, изменяется количество и нарушается работа иммунных клеток, в частности моноцитов и дендритов, дендритных клеток. Витамин Е влияет на антивирусный иммунитет, способствует восстановлению Т-лимпоцитов, повышает резистентность к ряду вирусов, в частности вируса гриппа, также является антиоксидантом, участвует в процессе тканевого метаболизма, предупреждает гемолиз эритроцитов, повышение проницаемости и ломкости капилляров и улучшает тканевое дыхание. Витамины В2 и В12 также чрезвычайно важны в иммунных реакциях. Витамин В2 субстратно активирует синтез флавиновых коферментов, взаимодействие с ЗТФ образует флавиномонуклеотид и флавиноденин-динуклеотид, которые участвуют у нас в процессе, в переносе и регулировании окислительно-восстановительных процессов. Витамин В12, одна из его форм, может подавлять активность белка, которая отвечает за размножение коронавируса нового типа. И витамин В12 может облегчить течение коронавирусной инфекции, а также снизить риск возможного смертельного исхода. В частности, в Сингапуре было проведено исследование, которое показало, что такие субстанции, как витамин В3, магний и витамин В12, могут снизить риск возможного смертельного исхода. Исследования показали также снижение шанса развития осложнений более чем в 3,5 раза. Ну, конечно, кальций, кальций-зависимые сигнальные белки принципиально нам необходимы для регуляции воспалений и поддержки мембран клеток. При дефиците кальция снижается активность кальций-зависимых белков, связанных с защитой иммунитета и важных для поддержания объема легких функций. Ну и витамин D. В последнее время очень широко исследуется роль витамина D при коронавирусной инфекции, при новой коронавирусной инфекции. И вот противогеномный анализ эффектов витамина D показал на то, что существует 155 белков противовирусной защиты, экспрессия генов, которым регулируется именно витамином D. И при коронавирусной инфекции витамин D стимулирует активность макрофагов, индуцирует дифференциацию созревания иммунных клеток, повышает пролиферацию моноцитов, увеличивает активность целого ряда иммунных клеток, снижает выработку противовоспалительных цитокинов, при этом увеличивает синтез антимикробных пептидов. И недостаток витамина D связывается с высокой смертностью от COVID-19. При снижении уровня витамина D ниже нормы смертность выше, по данным исследований. Витамин D не только помогает быстрее справиться с коронавирусной инфекцией, но также является способом профилактики данного заболевания, по мнению медиков разных стран. И в свою очередь его недостаток может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вот обратите внимание, на 15% недостаток витамина D повышает риск развития тяжелой формы COVID-19. И, конечно, уже в начале пандемии Всемирная организация здравоохранения определила фактор питания как один из ключевых в сохранении здоровья у пациентов с COVID-19. И в плане, когда пациент болеет этой патологией, и когда нам нужны профилактические какие-то действия. Но это, конечно, касается не только пандемии COVID-19. При любых заболеваниях очень важная роль фактора питания отдаётся и Всемирная организация здравоохранения, и большинство врачей очень активно обращают внимание именно на фактор питания у таких пациентов. И, конечно, мы должны помнить, что подавляющее большинство современных фармакологических препаратов проявляют выраженные антивитаминные и антимикронутриентные свойства. Но вот в стационаре, как правило, этим занимается диетолог. Есть специальная практика питания в зависимости от заболевания, от тяжести состояния, от сопутствующих проблем. Но вот каким же образом питаться тем, кто у нас лечится дома, и что мы можем советовать таким пациентам? И, как я уже сказала, ВОЗ в начале пандемии определила фактор питания как один из ключевых. Был определён перечень витаминов и других биологически активных веществ, которых необходимо употреблять пациентам при лечении данного заболевания. Нужно помнить, что вирусная инфекция у нас всегда сопровождается интоксикацией организма, и при COVID-19 интоксикация достаточно выраженная. И самыми частыми симптомами при постковидном синдроме у нас тоже являются целый ряд проявлений, которые мы можем расценить как признаки интоксикации. И детоксикация является важной составляющей профилактики, лечения и реабилитации при постковидном синдроме. То есть имеет большое значение у таких пациентов специализированное диетическое, лечебное и диетическое профилактическое питание. Какие же задачи лечебного питания при вирусных заболеваниях и в том числе при COVID-19? Нам нужно укрепить противовирусный иммунитет, уменьшить интоксикацию, обеспечить организм энергией, устранить дефицит необходимых веществ, снизить риск развития осложнений после заболевания, защитить желудочно-кишечный тракт, ну и, конечно, восстановить качество жизни пациента. И вот в этом аспекте мы бы хотели обратить ваше внимание на продукты Лиавид, которые достаточно давно используются нашими пациентами. И, собственно говоря, имеют достаточно мощную доказательную базу. Они все были изучены, их действия, и в балансированный состав в Институте питания Российской академии наук. И продукты Лиавид выпускаются в достаточно широком ассортименте. Вот в комплексном лечении больных ОРВ и гриппом или ковид можно использовать целый ряд продуктов этой компании. И разрешите вас познакомить с некоторыми из них. Вот компот иммунный – это специализированный напиток с лекарственными растениями, высоким содержанием витаминов и микроэлементов. И, как судится из названия, он предназначен для поддержания иммунной системы. Состав сбалансированный. Мы все с вами знаем, какой положительный эффект оказывают включенные в питание вот эти компоненты – фрукты, ягоды, овощи, овес, экстракты целого ряда лекарственных растений, а также микроэлементы и витамины. Компоненты, которые входят в состав данного напитка, повышают жизненные силы организма, способствуют укреплению иммунитета в защите от патогенов, являются антиоксидантами, улучшают настроение и тонус организма. Еще один продукт – это кисель витаминной форты, источник витаминов для профилактики заболеваний, в том числе и простудных. Тоже богатый такой состав у него. Очень сложно пациенту отдельно из каких-то пищевых продуктов себе создать такой сбалансированный объем пищевых продуктов. А вот в данном случае кисель уже готов к употреблению, содержит фрукты и ягоды, витамины, кальция, депантенат, фолиевую кислоту, свеклу, куркуму и целый ряд других активных веществ. И эти компоненты участвуют в обменных процессах, поддерживают иммунитет, способствуют поддержанию работы нервной системы, снижению утомляемости, здоровые состояния кожи поддерживают ее, дериватов, а способствуют детоксикации и улучшают пищеварение. Кисель при гриппе тоже содержит целый ряд компонентов фруктов, овощей и биологически активные вещества. Предназначен для лечебного и диетического, и профилактического питания больным при ОРВИ и гриппе. Продукт оказывает противовирусное действие, обладает противовоспалительным и выталяющим действием, укрепляет иммунитет, обладает антибикробной активностью и способствует также снижению интоксикации организма. Кисель легочный содержит тоже большое количество хорошо нам известных продуктов, микроэлементов, витаминов. Кисель детоксикационный с эффективным детоксикационным комплексом. Он рекомендован врачами для восстановления и оздоровления организма после болезни. Тоже содержит фрукты, ягоды, экстракт зеленого чая, лимонника и других хорошо нам известных растений. Микроэлементы, включая цинксилен, марганец, такое вещество, как таурин, кофеин, также входит в состав и целый ряд других нужных нам компонентов. Кисель общеукрепляющий. Это напиток, который обогащен тоже витаминами и микроэлементами, предназначен для поддержания функции иммунной системы. Тоже такой очень привлекательный состав данного киселя мы с вами видим. Также выпускается еще при кашле, в состав которого входит ряд растений, кроме фруктов, ягодов и овощей, которые мы с вами знаем как фитопрепараты, использующиеся для лечения кашля. В данном случае этот кисель способствует уменьшению кашля при различных вирусных заболеваниях. Выпускается также кисель при простуде с высоким содержанием витамина С. Тоже такой очень сбалансированный состав имеет данный кисель. Ну и, конечно, когда мы говорим о COVID-19, встал вопрос о том, что питание таких пациентов должно быть сбалансировано и как раз влиять на течение новой коронавирусной инфекции, на ее последствия. И вот первое разработанное, зарегистрированное на государственном уровне, я хочу обратить на это внимание, «Лечебное питание при COVID-19» выпустила как раз компания «Леовид». В 2021 году они были выпущены. Клиническая эффективность этих продуктов была доказана у больных, которые лечили стационарии на дому, а также у пациентов с постковидным синдромом. И противовирусная детоксикационная эффективность этих продуктов опробирована врачами-специалистами, ведущих научных, учебных и лечебных учреждений нашей страны. В частности, вот напиток при вирусных заболеваниях с витамином D. Мы с вами говорили о важной роли данного витамина у пациентов, в том числе с COVID-19. И тоже мы видим, в состав входят витамин D, C, рутин, кальций, антиоксиданты, экстракты лечебных трав, которые рекомендованы для профилактики и лечения вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. Специализированный диетический напиток для детоксикации у пациентов с COVID-19. который содержит коферменты, кофакторы детоксикации, метаболические энергокорректоры, антиоксиданты, токсиканты, способствующие выведению токсинов, растительные антимутагены, которые препятствуют мутагенному действию токсичных веществ. И вот результаты использования лечебного питания леовид у пациентов с COVID-19 продемонстрированы были в клинике. Мы с вами видим, что и показатели СОИ, и показатели уровня цирреактивного белка, и показатели АСТ при поступлении и завершении лечения больных были более низкими у пациентов после применения лечебного питания леовид, которое было разработано специально для пациентов с COVID-19. И лечебное питание леовид у пациентов, переболевших с COVID-19, тоже было показано, что по данным анкетирования, что было выражено уменьшение основных симптомов пациентов, которые принимали лечебные напитки при вирусных заболеваниях как с витаминов Д, так и для детоксикации. Ну и нужно помнить, что респираторные вирусы, мы уже с вами об этом говорили, в том числе и коронавирусы, они могут вызывать поражение не только дыхательных путей, но и желудочно-кишечного тракта. У пациентов с COVID-19 с высокой частотой выявляются гастроинтестинальные симптомы. Увеличение частоты и выраженности этих симптомов и печёночных нарушений ассоциируются с более тяжёлым течением COVID-19 и более частым развитием осложнений. Повреждение слизистой оболочки этим вирусом, новым коронавирусом, может приводить к нарушению или потенцировать, если заболевание уже было, изменение микробно-тканевого комплекса и повышение проницаемости барьера желудочно-кишечного тракта и прогрессирование патофизиологических феноменов, таких как хроническое системное воспаление, и цитокиновая агрессия. Кроме этого, инсулино-резистентность и нотериальная дисфункция также определяют соматический статус и влияют на тяжесть инфекции и возможность развития осложнений. Наличие и тяжесть хронических заболеваний органов пищеварения могут значительно влиять на течение COVID-19 и прогноз исхода этого заболевания в целом. И продукты Лиавид, которые могут быть рекомендованы в данном случае, лекарственные средства могут повреждать у нас желудочно-кишечный тракт, а вот кисель желудочный нейтральный, он может использоваться не только как профилактика лекарственного гастрита, но и поддержка функционального состояния желудочно-кишечного тракта в целом. Но диетическое питание при болезнях желудочно-кишечного тракта – это много ограничений в еде, при несоблюдении которых человек испытывает боль и определенный дискомфорт. Голодные боли, которые сопровождают болезни желудочно-кишечного тракта, можно быстро купировать употреблением диетического блюда. И в этом аспекте разработано было лечебное питание Лиавид Гастро. Лиавид Гастро – это специализированные сертифицированные продукты диетического, причем и лечебного, и профилактического питания, которые обеспечивают сидячую диету, но и за счет природных компонентов обладают клинически доказанной, я бы обратила еще раз ваше внимание, клинически доказанной эффективностью, способствуют защите и восстановлению слизистой оболочки, уменьшению проявлений патологии желудочно-кишечного тракта. И при этом еще повышают эффективность лекарственных веществ, потому что через здоровую, в хорошем состоянии слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта у нас легче, данные препараты могут проникать туда, в кровоток системный и проявлять системное лекарственное действие. И лечебное питание Лиавид Гастро содержит несколько компонентов. В основе лежат лечебные диеты по Певзнеру, мы с вами хорошо их помним, так называемые лечебные столы. И щадящая диета, вариант стандартной диеты с механическим и химическим щежением. В целом, лечебное питание Лиавид Гастро способствует уменьшению болевых ощущений, защита слизистой оболочки, позволяет повысить противовоспалительную, гепатопротекторную и гиполепидемическую эффективность терапии больных с заболеванием желудочно-кишечного тракта, способствует уменьшению и устранению спазмов желудка и кишечника, тяжести, метеоризму, сжоги и так далее. И обладает хорошим и приятным органолептическими свойствами и не вызывает явлений переносимости и аллергических реакций. Ну вот, влияние лечебного питания Лиавид Гастро на их изменение показателей даже общего анализа крови, не говоря уже о биохимии. Мы с вами видим, что после применения данного специализированного продукта у пациентов в основной группе, которые его применяли, динамика была гораздо более выраженной на улучшение, чем у пациентов, которые не придерживались данного диетического питания. Ну а если говорить о биохимических анализах, о биохимических изменениях компонентов крови, то мы тоже с вами видим, что при использовании этих специализированных продуктов у нас отмечается более выраженная положительная динамика биохимических показателей по сравнению с контрольной группой. То же самое можно сказать после использования коктейля белкового, облепихового биохимические анализы крови, показатели крови восстанавливались более быстрее по сравнению с контрольной группой. Ну а в целом диетические продукты питания активно влияли на симптоматику желудочно-кишечного тракта, и мы с вами видим, что через 180 дней у нас практически минимум оставалось жалоб и на расстройство стула, и на спазмы и боли, отрыжку и жёг, дискомфорт, и отсутствие аппетита и тошноту. Вот зелёные уровни столбиков, они значительно меньше, чем до лечения, это синие столбики, и через 2 недели от начала лечения это столбики красного цвета. Ну и детоксикация питанием – это важный элемент профилактики лечения вирусных заболеваний любой теологии, потому что вирусная патология всегда даёт интоксикацию, плохое состояние при гриппе, лихорадка, слабость, быстрая утомляемость – это всё проявление интоксикации. Интоксикация приравнивается при гриппе, например, к действию капилляра токсического яда, и вирус гриппа, в частности, способствует образованию свободных радикалов, так называемый окислительный стресс. И нарушение питания, приём лекарств, стрессы и другие факторы при вирусных заболеваниях и гриппе могут приводить к накоплению в организме токсичных продуктов метаболизма, требующих интенсивной детоксикации. Ну вот, хорошо известная всем нам схема, система ферментов детоксикации, и мы с вами видим, что различают две фазы. В первой фазе работает у нас цитохром P450 в печени, в второй фазе – это путь конъюгации. Итак, первая фаза метаболизма. Что нам нужно, чтобы у нас индуцировались из-за фермента цитохрома P450? Мы с вами вот видим на правой части слайда, на левой слайде ингибиторы этого фермента. И продукты с двойным действием тоже имеют место, и поэтому вот очень важно правильно подобрать сбалансированное питание, чтобы не навредить фазе, не уменьшить фазу детоксикации, первую фазу метаболизма, а наоборот ее ускорить. И вторая фаза метаболизма для нее, для фазы конъюгации, когда у нас используются необходимые аминокислоты, витамины и полиненасыщенные жирные кислоты. То же самое мы с вами должны учитывать при назначении, при рекомендации того или иного лечебного питания, если у нас нет под рукой диетолога. И вот во второй фазе метаболизма нам очень важно, чтобы у нас присутствовали в питании и витамин С, и витамин Е, и бета-каротин, и витамин А, и флавоноиды, и селен, и коэнзим Q10. И основным источником таких антиоксидантов в организме является пища. И, собственно говоря, мы с вами знаем, в какой пище содержатся те антиоксиданты, которые перечислены вот на данном слайде. Ну и пищевые растения с потенциальной гепатопротекторной активностью. Мы тоже с вами очень хорошо знаем. Это зеленый чай, имбирь, куркума, лакричник, солодка, одуванчик, амарант и расторопший молочный чертополох. Тоже мы с вами прекрасно знаем эти препараты, которые используются и в официальной медицине, и в народной медицине, имеют, в общем-то, достаточно хороший потенциал. И детоксикация питанием, она очень важна, потому что, во-первых, мы с вами можем корректировать данный процесс и способствовать выведению ксенобиотиков, проводить психоэмоциональную коррекцию, поддерживать функции вовлеченных органах, ну и целый ряд других процессов. И это все можно сделать с помощью правильно сбалансированного и подобранного питания. И вот на данном слайде показана динамика ряда веществ сыворотки крови у лиц до и после применения комплексной программы питания ДЕТОКС. И мы с вами видим, что применение продуктов программы питания ДЕТОКС способствует достоверному снижению первичных продуктов периксного окисления липидов, то есть диеновых конъюгатов, кетодиенов, карбонилов. И на фоне все это происходит увеличение общей антиокислительной активности. Также на фоне использования этой программы у нас отмечается положительная динамика содержания СТ, ЛТ, ГАММА, ГТ, сыворотки крови примерно через 15 дней после применения комплексной программы ДЕТОКС. И комплексная программа ДЕТОКС обычно рекомендуется в течение 5-15 дней с периодическим повторением курса. А вот действие этой программы осуществляет детоксикацию организма на клеточном уровне, антиоксидантное действие, защиту от негативных факторов окружающей среды, защитку и поддержку функции детоксикации, ускоренного выведения токсинов из организма, обеспечения работы ферментов детоксикации, оздоровления организма. Ну и такой бонус способствует снижению массы тела в среднем на 4,5 кг, но при употреблении программы в течение 15 дней. Это данные клинических исследований, которые были проведены в том числе в Институте питания РАН. И состав комплексной программы питания детокс очень разнообразный. Есть каши, кисели, витаминно-минеральные комплексы, супы и пюре, смузи, ну и чай, как очищающий комплекс. И в состав данной программы входит и детоксикационный ягодный кисель с эффектом детоксикации для снижения интоксикации организма и рекомендован врачами для восстановления и оздоровления организма после болезни, после различных медицинских реабилитационных, в составе медицинских реабилитационных мероприятий, после операции, при хронических заболеваниях, приема лекарственных веществ, при повышенных нагрузках и так далее. Ну, конечно, уважаемые коллеги, нужен диетолог, который правильно может порекомендовать, подобрать то или иное питание. Ну, вот наличие в доступности таких вот комплексных препаратов, комплексных продуктов компании «Леовид», которые мы можем рекомендовать без вреда для здоровья пациентов, несомненно, окажет положительное влияние на здоровье наших пациентов. И я хочу еще раз обратить внимание, что все эти продукты, они протестированы и было проведено исследование крупнейшими нашими научными, лечебными, учебными учреждениями, они все рекомендованы для широкого применения в практике. А в заключение хотелось бы сказать, что ведение пациентов респираторной патологии на современном этапе приобретает все большую актуальность в связи с значительным их распространением и высоким риском развития осложнений. И в период лечения для профилактики осложнений, а также в период реабилитации после COVID-19, большое значение имеет специализированное диетическое, лечебное и диетическое профилактическое питание. Рекомендуются лечебные профилактические продукты питания, разработанные в соответствии с техническим регламентом, имеющие свидетельство о государственной регистрации, это очень важно, которое выдается на основе заключения Института питания и клинических исследований. Я благодарю вас за внимание. Компания «Леовид Нутрио» была основана в 1999 году и в настоящее время является одной из крупнейших российских компаний, производящих натуральные продукты для сохранения и укрепления здоровья. Основные направления деятельности компании – это разработка и производство натуральных продуктов, лечебного и профилактического питания, витаминно-минеральных комплексов, витаминизированных и специализированных продуктов, биологически активных добавок. Продукция компании включена в систему санитарно-курортного лечения и является важной составляющей региональных государственных программ по оздоровлению населения, а также экспортируется в страны Ближнего Востока, ЕС и США. Это единственная российская компания, одновременно охватывающая такое количество рынков сбыта. Вся продукция компании «Леовид Нутрио», в том числе биологически активные вещества, производится на основе натуральных природных компонентов и не содержит искусственных красителей, улучшителей вкуса и консервантов. Компания «Леовид Нутрио» имеет более 150 дипломов и сертификатов за качество продукции, а также владеет патентами, которые являются основой для инноваций. Собственная лаборатория и профессорский состав компании помогают постоянно вести исследования в области разработки новых поколений продуктов с учетом потребностей современного общества. Именно это способствует расширению ассортимента, пополняя его все новыми полезными продуктами, которые востребованы на пищевом и фармацевтическом рынке. Продукция «Леовид Нутрио» поставляется вооруженные силы и на крупные производственные предприятия России, а также представлена в магазинах и аптеках. Успех любой компании во многом зависит от деятельности сотрудников. Именно поэтому в компании «Леовид» особое внимание уделяется корпоративному обучению. Сотрудники компании принимают участие в специализированных тренингах, семинарах, выставках, тем самым постоянно повышая свою квалификацию. Миссия компании – делать людей счастливее, создавать полезные для здоровья продукты, постоянно совершенствоваться. Компания «Леовид». Заботимся о здоровье, уверенно смотрим в будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова